Вы знаете, когда поставлена была очередная задача рак мочевого пузыря, что нового, из года в год, работая над этими материалами, не так просто эту ситуацию разрешить, не в том году, не в том, что есть или что-то отсутствует новое. Меня как-то, так сказать, хотело развернуть внутри, а что же все-таки не за 2022-2023 год, а от чего мы отталкивались в предыдущие годы, далеко ли мы ушли в этих, так сказать, действиях своих, не только за год, а за многие десятилетия. Поскольку деление рака мочевого пузыря совершенно вам понятно на немышленный инвазивный, немышленный инвазивный метастатический, я постараюсь именно по этой схеме отработать то время положенное. Итак, основой немышленного инвазивного рака мочевого пузыря, основой лечения является всем известная трансуретральная резекция. Не буду говорить, когда создан цистоскоп, это вся история, но с 30-х годов попытки первые улучшить результаты лечения с помощью ТУР, и ТУР, где является основным методом лечения, в лечении немышленного инвазивного рака, действительно сохраняется до сегодняшнего дня. Других методов лечения мы пока не представляем возможным, которые были бы конкурентно способны или могли бы улучшить результаты лечения. Известно частое рецидивирование, я эти цифры не буду приводить, но последующая задача стояла в снижении чистоты рецидивов, которые возникают при немышленном инвазивном раке мочевого пузыря. И вот в 70-е и 80-е годы первые публикации по использованию вакцины БЦЖ в лечении немышленного инвазивного рака мочевого пузыря. Что до сегодняшнего дня? До сегодняшнего дня мы эту позицию, как внутрипузырная вакцина БЦЖ, не можем пока снять, как говорится, с лечения, с первых линий, и она остается так приоритетом. Вот второе исследование, которое он тоже в 80-е годы, это сравнение доксорубицина с иммунотерапией вакциной БЦЖ. До сегодняшнего дня это, я говорю, и представляется метод. Но поиск продолжается. Все-таки какие новые комбинации на основе вакцины БЦЖ и с другими препаратами могут улучшить результаты. В данной ситуации представлена комбинация гемцитабина и доцитоксела против вакцины БЦЖ для лечения неинвазивного рака. Авторы оценили лечение 312 больных за 10 лет. Из них 174 получали БЦЖ, 138 комбинацию гемцитабин и доцитоксин. Пациенты получали ежемесячную поддерживающую терапию в течение двух лет, если не было признаков рецидива заболевания. Вот видите, на первой строчке безрецидивная выживаемость в пользу комбинации доцитоксел с гемцитабином. В общем-то это такой новый шаг, от которого отталкиваются многие исследователи и продолжается в этом направлении. Кстати сказать, что отечественная вакцина, она достаточно эффективна. Мне приятно, что здесь сидит доктор Фигурин, профессор, который с доктором Софиулиным, с центра Изоблинска стояли во главе создания отечественной вакцины. Константин Михайлович, мы вас помним, знаем, любим и благодарим, что вы среди нас. Спасибо. И эта вакцина работает не хуже зарубежной. И на Западе часто говорят, что у них дефицит вакцины БЦЖ. Нашей вакцины дефицита нет. Дурволумаб, новые препараты, которые вышли на рынок, и о них будут говорить на симпозиуме, поэтому я долго не буду останавливаться. Значит, первая фаза исследования дурволумаб самостоятельно, дурволумаб в комбинации с БЦЖ и с ДЛТ. Показана предварительная эффективность препаратов и относительно низкая токсичность, что может быть к последующим исследованиям в других фазах. Гемцитабин, опять же, доцитоксел, уже более расширенное исследование. И исследование показало, что показана хорошая переносимость препаратов, многообещающая краткоследовательную эффективность у БЦЖ и чувствительность у всех форм рака мочевого пузыря высокого риска. Это уже тоже благоприятный дурволумаб с высоким риском немышечно-инвазивного после рецидива в БЦЖ. Как известно, что на втором году наблюдения после лечения терапии в БЦЖ также частота рецидивов достаточно велика. 30 больных – это все начальное исследование, конечно. Одногодичная хайгрейд выживаемость была без рецидива 1,3,6 месяцев ССТЛ от 73 до 50%, соответственно. У пяти больных отмечен дальнейший рост до Т2. Но, так сказать, хорошая переносимость, и последующие исследования должны, опять же, показать эффективность предлагаемого лечения. Биология рака мочевого пузыря. Изучений много идет. И завтра мы на нашей секции, которая посвящена раке мочевого пузыря, будем говорить на эту тему. Но из основных мутаций, которые сейчас рекомендуются и в клинических уже рекомендациях на Западе, это использование ГР, значит, для показателем, значимым показателем для рецидива рака мочевого пузыря. Я думаю, что у нас тоже в последующих разработках этих рекомендаций будут включены. Может быть, вам известно, может быть, нет. Вот этот достопочтенный жентльмен, это сын трактирщика Бернард Берлингайер, который изучал медицину в Бюрберге, в Берлине, получил докторскую степень в Берлине. Он выполнил первую цистектомию, это январь 1887 года. У больного было прогрессирующая обхоть мочевого пузыря. С вовлечением от боевых на почечниках Берлингайер воздержался от наложения уретроэнтера на стомоза, то, что мы учимся сейчас еще делать порой. Больной умер через 14 дней после этой операции, в связи с тем, что не было, понятно, деривации мочи от уремии и гидронефроза. Другой известный хирург меня, как говорится, побудило возвратиться к этому имени, потому что ряд исследователей, которые участвуют в завтрашнем нашем семинаре, поставили такой вопрос. Операция Брикера, а что дальше? Так вот, Юджин Майрон Брикер, это военный хирург, немножко, так сказать, из истории, участвовал в такой же войне, которая была 80-90 лет назад. Он конструировал различные ситуации у раненых больных в ходе Второй мировой войны. И он первому сделал попытку оттока изолированного сегмента подвздошной кишки восходящей. И первая пациентка Брикера сконцентрировала у Ротера подвздошная на стомоз, то, что мы сейчас, опять же говорю, изучаем и думаем, правильно, неправильно, и как дальше делать. И вот с этой пациенткой была женщина с распространенным постслучевым раком шейки матки. Мочеточник в подвздошный канал стал известен как петлевой кондуит Брикера и служил для непрерывного препятствия оттока мочи через брюшную стенку во внешнее устройство. Он долго занимался этой проблемой, но когда появились мочеприемники, он бросил это, решил, что все. Хирургия, так сказать, достигла своей ситуации, до своей апогеи. И после этого, то, что он нам оставил, значит, подвздошный кондуит и мешочек, да, так сказать, прикрепленный, дальше мы, вот, к сожалению, тоже не продвинулись. Ну, уважение и память этому доктору. Цистектомия в современной хирургии рака мочевого пузыря не может быть без радикальной хирургии, которая является цистектомией. Здесь представлены данные, сравнимые между открытой, и дискуссия все время идет открытой, или роботической. Больные, здесь вторая фаза, небольшое количество больных. Ну, и, собственно, мы знаем, что здесь качество жизни, собственно, играет ведущим моментом. И отмечено, что больные, которые проводились открытой радикальной цистектомией, у них хуже было состояние в течение двух лет. В чем? Показатели диспноя, задержка стула, нарушение уровня динамики и так далее. У пациентов после роботической отмечения, так же, как и лафароскопической отмечено, улучшение этих показателей. Исследование третьей фазы оценки стандартной лимфоденоктомии по сравнению с расширенной лимфоденоктомией. Вечный спор, который во всех локализациях, только об этом Борис Якович говорил, при раке предстательной железы. Ну и, собственно, здесь цифры не буду, да, что интересно еще тут. Значит, это исследование было проведено, значит, рандомизированная группа, 36 хирургов, 27 центров штатов и Канаде прошли сертификацию, прежде чем сделать это исследование, где качество исследования может быть, доза зачисления в группу. 658 пациентов были. Хирурги прошли эти стации, прежде чем были допущены к этому исследованию. И выводы у пациента с мышечной неназивным раком, переневших радикальную лимфоденоктомию, значит, было выводлено большое количество изменений в лимфоузлах и более высокая патологическая стадия в обоих ситуациях. Но не было значительного преимущества без рецидивной и общей выживаемости по сравнению с пациентами, переневших стандарту против расширенной. То есть эти исследования, которые всегда, так сказать, вызывают тоже спор, здесь вот показано, что в большой группе достаточно, а это НАСКО было опубликовано в этом году, не было значительно без рецидивной общей выживаемости по сравнению с пациентами, переневших стандарту. А расширенная была связана с большим числом осложнений и более высокой переоперационной смертностью. Хирурги, наверное, так сказать, понимают все эти ситуации. Влияние мультизасыпленной команды на лечение больных раком мочевого пустыря в европейской урологии акцентирует эти моменты. И на рисунке представленных клинических и патолоконатомических характеристик пациентов не было различий между двумя группами по возрасту, пору, клинических стадий и так далее. После включения мусли мультидисциплинарной команды, а то, что нам не хватает в стране, то, что мы не делаем, как правило, консилиумы, называется там мультидисциплинарная команда. И вот показано, что пациенты, где проводилась, где работала вот эта команда мультидисциплинарная, часть ей подвергались роботической хирургии, 40% против 4%, неодевантной химиотерапии, 31% против 9% и органов сохранной стратегии 3% против 0%. То есть более качественный выбор, конечно, тактики лечения, он возможен только с помощью консилиума и с помощью, так сказать, хирургическая безопасность и качество радикальной цистектомии, лимфатических узлов после анеодевантной херамии, другого мамам в комбинации цисплатин-гипацетабин. Что в данной ситуации? Новый поиск. Новая анеодевантная химиотерапия предлагается в результате, так сказать, новых подходов, новой комбинации по сравнению с той комбинацией, которая у нас обычная гемзарплатина, стандартная или МВАК. Значит, ну и, собственно, отмечено, что переоперационные осложнения в больше третьей степени были отмечены на 20%. Недостаточность уротероподзорского анастомоза, небольшие проблемы с нагнорением ран было у 6%, смертей не было. То есть вполне приемлемые результаты. Ну, теперь, конечно, следует наблюдать за отдаленными результатами, которые, так сказать, покажут, так сказать, на самом деле на что и как. Еще хочется обратиться внимание на общую выживаемость при метастатическом уротальном раке, временный анализ. Использование иммунотерапии в динамике, оцененной за несколько лет, возросло с 2,3 десятых, значит, до, в 2007 году, до 36,5%. То есть лечение уротериального метастатического рака, так сказать, перестройка, то, что показывал Борис Акачев, значит, раки простаты. Использование системной химиотерапии снизилось с 98% до 63%. Средняя однолетняя выживаемость в целом возросла в когорте от 9,9 до 12,5 месяцев. Ну и, собственно, вот это вот новые данные, новые знания, которые позволяют нам применять, использовать комбинацию иммуно-этагетных терапий и так далее. Радикальная цистоктомия в сравнении с тримодальной терапией. Животрепещущий вопрос, возможность сохранения мочевого пузыря. Ну, представлен аналин, видите, здесь 722 больных. Это не рандомизированное исследование. Ну, Алекс Злота, знакомый, так сказать, старшему поколению и среднему, он поборник этого метода, так сказать, консервативного лечения раком у мочевого пузыря. И все знают, что на сегодняшний день тримодальная терапия состоит из ряда последовательных этапов хирургии, лучевой терапии и так далее. Ну и вот результаты радикальной цистоктомии, выводы синим курсором. Результаты не отличались между центрами по выживаемости. Повторяю, это было не прямое рандомизированное исследование, а оценка материала за 12 лет. Не было различий по выживаемости для раков и выживаемости без метастазов. Спасительная цистоктомия была проведена у 13% с тримодальной терапией. Патологическая стадия была после радикальной цистоктомии, была ПТ-2 у 124% и так далее. И выводы какие? Что много институционального исследования предоставляет лучшие на сегодняшний день доказательства. Но это по мнению авторов, я еще раз говорю, он такой активный, скажем, коллега, который этим занимается. Лучшие доказательства, показывающие, что сходные онкологические сходы между радикальной цистоктомией и тримодальной терапией у отдельных больных с немышленно-инвозимным раком мочевого пузыря. Эти результаты подтверждают, что в условиях междисциплинарного принятия решений такая тактика может предлагаться всем больным с мышленно-инвозимным раком пациентам, а не только пациентам со значительными сопутствующими заболеваниями, для которых хирургическое лечение является невозможным. Но это выводы автора. Но, тем не менее, о развитии продолжается этой технологии. Новые препараты, которые пришли уже на рынок, они также вносят свою лепту, о чем, наверное, будут говорить в последующих исследованиях. Эти данные, мы уже известно. Ну и вот еще один сравнительный результат – выживаемость в реальных условиях при мышленно-инвозимном раке лечения только химио-лучевым лечением по сравнению с одновременным облучением таза. Тоже при раке простаты, Борис Яковлевич, мы поэтому касались в Красноярске на эту тему. Надо ли облучать больных с риском определенным, больных раком мочевого пузыря, значит, зону лимфогенометастазирования. Ну и выводы, значит, что результаты не показали преимущества облучения всего таза и нет необходимости заниматься вот этим. Вывод такой вот. Многофакторный регрессионный анализ Кокса не выявил связи между облучением всего таза и улучшением общей выживаемости по сравнению с одновременной химио-лучевой терапией, так сказать, мочевого пузыря. Пембролизумаб, известный препарат, который уже сегодня анонсировался еще раз при раке почки, показана его эффективность. Ну и отмечен положительный эффект использования этого препарата в качестве неодевантной химиотерапии против химиотерапии. Поэтому, я думаю, дальнейшие исследования будут также в комбинации химио с иммунотерапией еще больше, так сказать, показывать убедительность этих препаратов. Тоже группа нового препарата, о котором уже говорили немного, Ордофинитип, вот, в сочетании с химиотерапией, показывает перспективность, вот, в выводах написанного, ОЧГОСВИГЭЛЬТ, прогрессирующие мышцинвазивного рака, имеет значительно более лучшую общую выживаемость, безрецидивную и с другими препаратами. Ну и последнее, одно из последних, что было, так сказать, представлено в печати, это вот определение диагностики ольгомедистатического рака. Досель, я не встречал этого понятия, эксперты только-только недавно, вот, одобрена Европейская ассоциация урологов, Европейским обществом лучевой терапии, онкологии, Европейским обществом медицинской онкологии. Вот, что это такое? Определение, да, видно всем. Это менее трех или равных очагов, независимо от количества пораженных органов. Это все метастатические очаги должны быть резектабельны или поддаваться стереотоксическому облучению. Синхронный рак, метахронные, здесь все есть эти данные. И диагностика ольгомедистатического рака мочевого пузыря. Следует использовать обычную визуализацию. И терапия, терапия должна быть направлена на ольгомедистатическое заболевание, на системную терапию также. Ну и совсем из области может быть фантастики, то, что так сказать, мы еще не подошли. И, опять же, в последних журналах была опубликована роботизированная аутотрансплантация мочевого пузыря от донора исследователя. Исследование включало удаление рака предстательной железы, широкую мобилизацию мочевого пузыря с полным сохранением сосудистой аркады, включало сосуды мочевого пузыря, внутрикорпоральную гипотермию и так далее. Измене измерены различные операционные параметры, включая перфузию аутотрансплантанта, роботизированную визуализацию мунофлюресценцию. Время операции составило 5,3 часа, а предполагаемая кровопотеря 900 кубиков. И вот окончательный осмотр вывел аутотрансплантант мочевого пузыря розового цвета, выглядящий здоровой, сильной иммунофлюресценцией. Ну и серботизированный подход сыграл важную роль в разработке мочевого пузыря. Ну, если опять же возвращаясь к точкам контрольных, о которых мы сегодня говорили, если вспомнить, что первая пересадка сердца была сделана в 1976 году Христианом Бернардом, и кардиохирурги, в отличие от урогов, неизвестно почему, подхватили и быстро продвинулись. До сих пор эта операция является стандартом в лечении ряда заболеваний сердца. Мы пока на пересадку мочевого пузыря не сподвигнулись, и, по-видимому, впереди молодым последующим поколениям придется этот вопрос тоже обсуждать или решать. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ